Не хочу быть обузой для близких, сетует одна из жертв мошенника 95-летняя Мария Егоровна. Пенсионерка жила одна, отказываясь переезжать к родственникам. Она копила деньги на черный день, но ради помощи близким была готова отдать все до копейки. Доверчивостью бабушки нагло и цинично воспользовался мошенник. Разыграв схему, ваш родственник попал в ДТП, злоумышленник сообщил по телефону о том, что племянник пенсионерки сбил человека, на лечение которого срочно нужны деньги. Дима попал в аварию, ехал и сбил девушку, и она лежит в больнице. Вот мы за ней ухаживаем, ей нужны деньги, деньги. Все, докопил на фокроды, вот столько денег, и все отдала. 300 тысяч рублей? Да, 300 тысяч. Внезапно появившийся на породе квартиры негодяй в маске, иначе и не скажешь, без зазрения совести, якобы для спасения родственника, забрал все сбережения старушки. Как оказалось, в квартиры пожилых людей злоумышленник наведывался неоднократно. Пряча лицо и закрывая камеры домофонов рукой, он представлялся жертвам вымышленным именем. Алло, а вот Дмитрий. Чтобы вопрос о том, кто ответит за слезы стариков, не звучал риторически, показываем кадры штурма квартиры, в которой проживал тот самый персонаж в маске. И так работают оперативники уголовного розыска и бойцы ОМОНа. Ставь! Ставь! Руки на голову! Беги на голову! Бежать! Руки за голову! Подозреваемый спал сладким сном после праздничного застолья. Оказавшись в наручниках, он был на удивление спокоен. Даже улыбался. Есть предположения, почему к вам ОМОН нагрянул, оперативники пришли? Нет. Вообще никаких предположений? Пока нет. Вы вообще в своей жизни ничего такого противоправного не совершали? Вроде бы нет. Следователями полиции установлено, что самой крупной выручкой подозреваемого после одного из визитов к старикам стала сумма в 700 тысяч рублей. В производстве нашего отдела находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотрено у части 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств у пенсионерки 1941 года рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний житель Саратовской области. Задержанный дал признательные показания и сознался в совершении 6 аналогичных преступлений. Также установлено, что в совокупности всех эпизодов подозреваемый мошенническим путем получил от потерпевших более 2 миллионов рублей. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть Саратов.